Всем большой привет! Привет! Меня зовут Алена, я персоналист и лист, и вы попали ко мне на канал о моде, стиле и лайфстайле. Добро пожаловать! Сегодня, как вы можете догадаться по обстановке за мной, мы с вами будем примерять вещи в формате шоппинг-блога. Поздравляю вас! Я знаю, что вы этот формат очень любите. Я его обожаю. Каждый раз признаюсь в любви шоппинг-блогом, когда мне удается выбраться. Потому что, если вдруг вы случайно оказались у меня на канале, у меня маленькая дочка 11 месяцев, у меня еще есть сын 11 лет, но тем не менее, маленькая дочка 11 месяцев, конечно, не оставляет мне так много возможностей выбраться и подснять для вас процесс примерки в виде шоппинг-блога. Но сегодня мы здесь, отметим же это. Будем с вами смотреть и примерять новую коллекцию моего любимого бренда Nice One. Обожаю, ношу, люблю, просто безумно. У них появилось много красивого на осень. Давайте начнем, будем примеряться и вдохновляться. Ну что, дорогие мои, отправляемся с вами в красивейший магазин бренда Nice One в метрополисе. По-моему, это самый свежий, самый новый магазин у бренда. Здесь невероятно стильное пространство. Просто приятно находиться. Такой шикарный свет, цвет всех материалов. Я лично обращаю внимание всегда даже на такие мелочи. Вплоть до того, как выглядят кронштейны, рейлы, как выглядят вешалки. Для меня все эти детали очень важны. Но мы с вами, конечно, приехали смотреть не на кронштейны и вешалки, а на новую коллекцию бренда. Тем более, что здесь появилось много-много красоты на осень. Во-первых, появились совершенно шикарные пальто, выполненные в технике Double Face. Это означает, что у пальто нет как такового подклада. Видите, здесь просто ткань. Но эта ткань идет в два слоя, Double, собственно говоря. И поэтому пальто получается очень теплый. В нем действительно не холодно. У меня есть пальто, выполненное в такой технике. Поэтому я вам точно могу сказать, что это действительно практично. И это действительно подходит на осень. Посмотрите, какое вообще красивое цветовое сочетание. Терракотовый свитер. Это тоже новая коллекция. И вот это шоколадное пальто. Свитера эти есть в разных цветах. Здесь, например, еще есть вариант темно-синий. Это не просто серый. Я очень хочу вот в этом свете примерить свитер. Смотрите, как интересно. Сзади еще идет такой декоративный шов. Он идет и спереди по передней части, и сзади такой же широкий, свободный воротник, стоечка у нас. Обязательно померяем с вами этот свитер. Как минимум вот в этом темно-синим, таком чернильном цвете. И может быть еще в какао или в бежевом. И еще из новых свитеров, но в данном случае это даже джемпер, правильнее назвать, есть вот такой вот. Посмотрите, какая интересная вязка. Я очень надеюсь, что камера передаст. Но я рекомендую посмотреть его вживую, потому что это не просто бежевый цвет. Вот здесь вот манжета, резинка, она, да, бежевая. А основная ткань здесь как будто еще нитка хаки, что ли, вплетена. Мне кажется, должна сейчас камера передавать. Красивый получается такой глубокий бежевый оттенок. Обязательно примерим. И еще из новых пальто есть вот такая модель. Оно уже более такое строгое, я бы сказала. Здесь у нас уже идет подкладка у него. Прямой крой, без пояса. Есть карманы, как вы видите. Они здесь сейчас зашиты. Одноборный, очень нежный голубой цвет. Я думаю, что, наверное, в этом цвете я вам его покажу на себе. И также оно есть еще в сером. Ну и, конечно, рубашки в клетку. Мне кажется, Найс Хуан это теперь один из всех брендов. Те самые крутые рубашки в клетку можно найти уже не первый сезон. На них делают вот такая прям супер осеяние по своим оттенкам расцветочка появилась. И также эта модель есть в более нежном оттенке. Голубом и светло-сером. И, наоборот, более темным. Я вам сейчас ее покажу. Смотрите, интересная деталь. Такая заплатка декоративная на плечах. Сзади идет еще защипы. Ниже кокетки. И вот он, третий вариант рубашки новой с заплаточкой декоративной на рукаве. Это, если что, не черный цвет, а такой темно-темно-синий. И смесь идет в светло-бежево и более темно-бежево. Еще какой-то графитовый, мне кажется, здесь проходит. Смотрится тоже классно. С любыми джинсами, темными или более светлыми. Будет отлично сочетаться. Ну и не только с джинсами, конечно. А, и смотрите, классные брюки увидела с двойным поясом. Я такие у Nice One еще не мерила. По-моему, они есть в нескольких цветах. Я в зале, мне кажется, видела еще какой-то светлый вариант. Обязательно примерим с вами. Сейчас я уточню, есть ли они еще в наличии. Новая ли это коллекция. Но, по-моему, это новая. Потому что, я повторюсь, я их не видела. И примерим. И вот тут, кстати, рядышком висит еще один цвет этого свитера нового. Светло-серый. Тоже очень уютно, стильно смотрится на зиму. Не знаю, как вы, девочки. Я когда вяжу новые свитера, мне даже зима начинает ходиться. Потому что сразу чувствуешь прямо на своем теле этот уют, это тепло. Представляешь, как на улице промозгло, пускай холодно. Или какой-нибудь снегопад безумный. А ты вот в этом всем уюте где-нибудь или дома, или на работе, или в кафе. Тебе так хорошо. В общем, меня реально вещи вдохновляют на многое. В том числе пережить даже какую-то непогоду и долгую зиму. А еще я вам показывала шоколадное пальто, но там было не видно. Смотрите, какой классный пояс у этой модели. Это вот я имею в виду пальто, которое в технике double face, без отдельного подклада. Здесь у нас пояс. Я давно такого не видела, как толстый жгутик. Очень оригинально смотрится. Обычно же пояса идут такие плоские ленты, да. А здесь вот прям такой толстенький, увесистый жгут. И еще, девочки, здесь же рядом с пальто увидела фантастической красоты платье комбинации. Два цвета сейчас здесь. Это серебро и золото. Плотная вискоза. По-моему, немножко там со смесью полиэстера в составе. Шикарное золото. Слушайте, уже, знаете, на Новый год можно покупать. Потом потому что не будет. Конечно, будут еще новогодние коллекции. Но если вы в целом в поиске, допустим, какого-то нарядного платья комбинации, то обязательно обратите внимание. Я думаю, что какой-то из цветов, по-моему, я видела еще шоколадный, мы с вами примерим. Ну, да, вот эти брюки. Вот они мне попадались в светло-сером цвете. Очень красиво. К ним есть жакет, конечно же. Nice One это бренд, где просто шикарное качество у костюмной группы. Смотрите, как интересно здесь сделаны карманы. У них обычно достаточно оверсайзные модели. Такие свободные, как с мужского плеча. Я такое люблю. Я знаю, что не всем это нравится и не всем это идет, потому что разная ростовка, разная комплекция. Но если вы в целом любите оверсайз, если любите такую свободную немножко мужскую посадку, обязательно посмотрите здесь костюмы. Давайте потихонечку отправимся с вами в примерочную. Вот за мной висит еще пальто новое. Это у нас, которое идет без пояса, как голубое. Как можно теперь примерять голубой или вот этого цвета какао? Потому что, как говорил кто? Мини-пух или пятачок? Это мой любимый цвет, мой любимый размер. Даже не знаю. Сейчас буду думать. И вот это тоже новый свитер с вот этим декоративным смолом. Смотрите, вот таком какао-ковь с молоком. Столько красоты. Боже мой, скорее примерять. Смотрим с вами первый образ. Он просто идеально отражает в целом, как я сегодня себя чувствую. И отчасти даже похож по палитре на лук, в котором я приехала. Вы видели его в самом-самом начале. С вами здоровалась в нем. И чуть-чуть, наверное, даже в зале показалось. В общем, вот так это нежно смотрится. Да, конечно, летом, весной мы так ходим с вами и привыкли. Но особенно элегант и благородно. Светлые оттенки, конечно, смотрятся в темное время года, в слякотное время года. Если в том месте, в том регионе, где вы живете осень, не равно исключительно дожди и слякоть каждый день, то такой образ в сухую, в теплую, осеннюю погоду абсолютно прекрасно будет смотреться. И абсолютно жизненный и уместный. Например, сегодня, завтра и позднезавтра в Москве я бы однозначно именно так и гуляла. Но в этом году у нас подарочная осень. Тут, конечно, без комментариев просто бьются все температурные рекорды. Но сейчас не об этом. Что на мне? На мне, во-первых, замечательный кардиган в размере М. По-моему, это стопроцентный хлопок, если я правильно помню. Но по ощущениям так точно. Очень он приятный к телу. Я взяла размер М, чтобы он вот так вот свободно сидел. Но в принципе, можно, наверное, и С было бы взять. Он бы тоже дал достаточную свободу. Также под кардиганом у меня льняной топ. У меня этот топ есть у самой, только в молочном цвете. А здесь вот такой бежевый, который, собственно, поддерживает юбку. Девочки, сразу скажу, если вам нравится юбка, а она действительно классная, на мне размер S, если что, имейте в виду, их осталось совсем немного. Я уточнила у консультантов, у сотрудников бренда, и сказали, что прям вот по несколько моделей каждого размера осталось. Поэтому, если вы в поиске подобной юбки, она выполнена из плотного такого хлопка. Очень он хорошо, знаете, как раз таки на холодный сезон. Мне кажется, летом, именно жарким летом, а дни, наоборот, было бы жарко. А вот осенью, потом весной, классно. У меня сейчас, конечно, на ногах лодочки, что, наверное, уже совсем чуть-чуть осталось носить именно вот по улице. Но сюда прекрасно подойдут какие-то ботильоны, которые будут заходить, или сапоги под подол юбки. И совершенно носибельным это останется. Из верхней одежды здесь круто будет смотреться. И объемная косуха, главное, чтобы из-под нее не выглядывал кардиган. И, кстати, косухи в Nice One тоже есть. И тренч, конечно же. Причем и бежевый, и, например, в цвете хаки. И, может быть, какой-то темно-графитовый цвет будет красиво смотреться. Но я вам покажу с кое-чем другим. Я вам покажу этот лук вот с таким замечательным пальто. Посмотрите, какое оно длинное. У нас практически полностью юбка. Но она прям в длине максимум, видите, да? То есть она прям до косточки у меня доходит. Пальто тоже максимально длинное. Оно практически полностью юбку закрывает. То самое, новое в коллекции Nice One. Пальто однобортное. Решила я вам его показать вот в этом нежнейшем голубом цвете. Все-таки, ну что бежевый? Ну бежевый. Но я вам еще покажу кое-какое пальто. Вы не переживайте. Но захотелось мне показать вот такой вот интересный цвет, потому что это не банально, потому что это будет красиво смотреться. И практично. На мне, кстати, размер М, поэтому он такой свободненький. Практично будет смотреться как осенью. Сочетаться с вашим гардеробом. Представьте, здесь с винным цветом, с хайки, как это будет красиво. И весной, когда закончится вот эта темная зима с какими-нибудь черными куртками или пальто или шовами, и начнется голубое весеннее небо, и вы достанете это пальто снова. Боже, я уже представляю весну. Только что представляла с вами в торговом зале, когда мы были, как будет уютно в свитерах осенью и зимой. А с этим пальто прям даже и весну уже можно представить. Оно просто прекрасное, действительно теплое. У него хороший подклад, оно плотное. В общем, пальто совершенно роскошное. Если у вас голубые глаза, девочки, убирайте, бежайте. Очень оно красивое. Рукав у него длинный более чем. И даже не знаю, что еще сказать. Просто очень-очень красивое пальто. Смотрим следующий образ. Опять моя любимая бежевая гамма. Ничего не могу поделать. Обожаю этот цвет. Мне в нем очень уютно. Мне в нем как-то спокойно, знаете, комфортно. Надеюсь, вы понимаете. Вот эти вот мои ощущения от цвета. На самом деле есть же такое понятие психология цвета. И у меня, по-моему, видео отдельно когда-то давно выходило на YouTube. И в Instagram у меня есть на эту тему пост тоже где-то уже довольно давно. Но он был. Вообще у меня в Instagram очень много полезных. Немного разного вдохновляющего контента. Если вдруг вы на меня там не подписаны, подпишитесь. Ссылка есть в инфобоксе под видео. И также у меня есть прекрасный Telegram канал. Там тоже можем мы с вами дружить. Собственно говоря, бежевый. Это цвет уюта, спокойствия. Такого какого-то, не знаю, принятия и так далее. Комфорта. И здесь на мне просто прекраснейший бежевый лук. Очень удобные брюки. Это новая коллекция. Они с посадкой на талию и на резиночке. Как вы видите. На мне размер S. Девочки вот такие вот. Они свободные. Более чем. Поскольку здесь резинка, проблемы с посадкой на талию в целом нет. А поскольку они вот такие широкие, еще и с запасом, то проблемы с тем, чтобы пройти в них по бедрам тоже нет. Можно даже, наверное, и эксцесс брать. Мне очень нравится их длина, что они не короткие. Они, наверное, на высокую шпильку, ну, зависит от вашего роста, могут быть, конечно, для кого-то коротковат. Но у меня здесь микрокаблучок. И они вот прям очень хорошо смотрятся. Прям под этот каблук и под мой рост они сделаны. У меня рост метр семьдесят. Если что, у них приятный такой плотный материал. Очень хороший. И здесь, собственно, у нас джемпер, который в зале я вам показывала. Он был в сложном состоянии на столе. Я специально вниз надела под него достаточно свободную футболку в размере. Такая просто белая базовая футболка. И не стала ее заправлять, чтобы создать вот эту вот многослойность. Не только в зоне ворота, но и вот здесь. Нравится мне. Бывает под настроение, когда так смотрится. Плюс у меня еще светлая обувь. И это все очень так хорошо закольцевалось. Но можно, конечно, и заправить футболку в брюки. В любом случае, здесь у нас джемпер. И он будет на выпуск, скорее всего. Но брюки с посадкой на талию это всегда плюс. Потому что, если вы будете надевать их с чем-то, допустим, жакет. А внизу у вас будет там лонгслив или какой-то боди заправленный в эти брюки. То тогда далее ваша и ваша длина ног сохранится. В такой же комбинации, как у меня, конечно, рост немножко скрадывается. Но не критично. В любом случае, джемпер очень приятный. Я взяла размер S девочки. И при этом он вот такой. Немножко вам было, мне кажется, не видно. Вот такой вот свободный. И рукава у него достаточно длинные, спущенное плечо. И в целом он вот такой вот широкенький, квадратненький, свободненький. В общем, мне очень нравится. Он супер приятный к телу. Поскольку на мне футболка, то я его именно телом чувствую в районе рук. Не колется, но это хлопок, собственно, с чего бы он кололся. В общем, мне очень нравится. Очень-очень-очень мне нравится этот джемпер. Прям приятненький. Вниз можно, если что, рубашку, например, надеть. И выпрыгать воротничок. Можно водолазку надеть, и тоже здесь у вас будет какой-то еще один цвет. А снизу не обязательно, чтобы он был там. Можно в целом и убрать. Практически тотал беш у меня получился. Напишите, как вам этот образ. Мне кажется, это очень элегантно. Решила показать вам те же брюки, но, во-первых, в другом цвете, а, во-вторых, в другой стилизации. Как вы уже видите, взяла рубашку. Слушайте, не помню, какой на мне размер. Один момент. Размер S на мне сейчас. И в целом она в меру свободная, знаете. M, конечно, можно взять. Но вроде как, а зачем? И так хорошо, и так она достаточно свободная. Давайте покажу вам чуть-чуть поближе. Хотя, мне кажется, в зале вы уже видели достаточно хорошо. Палитрум, приятный тоже бежевый цвет, несколько оттенков синего, за счет чего, конечно же, она великолепна у вас будет сочетаться с вашим денимом. Любого, в общем-то, оттенка от светло-голубого до практически черного или такого темно-серого. Я обожаю принтованные вещи за это качество, потому что вы можете подобрать к принтованной вещи любую другую однотонную, которая будет попадать в какой-нибудь из оттенков вот этого принта, рисунка, чего угодно. А здесь их очень много. Здесь и более такой светлый, бежевый, практически персиковый, и просто бежевый, и какой-то серый, чуть ли не хаки, ну, в общем, что-то интересное. И, опять же, несколько оттенков голубого здесь тоже, наверное, 3 или 4 можно насчитать. Очень круто смотрится, есть накладой карман, есть вот эти вот заплатки, фокус есть, вроде тоже есть на рукавах, и сзади я вам ее также показывала. Это замечательная рубашка, плотная, приятная ткань, но при этом не сильно такая жаркая, не сказать, что это прям байка, это просто хлопок, плотный, но хлопок. И, собственно, футболка та же самая, в размере L, оставлю на нее ссылку, потому что это базовая база, белые футболки мы с вами обновляем регулярно, они всем нужны, так или иначе, они снашиваются, как и белые рубашки, довольно быстро. Ну и вот они, эти брюки, в комплектации, в стилизации, когда вы в них заправляете плечевое изделие. В данном случае футболка, вы можете, как я говорила в прошлом луке, взять сюда боди, водолазку, какой-то тонкий джемпер, в общем-то рубашку, не такую, которая вот вторым слоем хорошо ложится, а просто обычную рубашку, хлопковую, допустим, поплиновую. В общем, брюки просто замечательные, за мной решила шторка закрыться, но вроде бы света осталось достаточно, но такие вот они свободные, это тоже размер S, очень приятный, пыльный голубой цвет. Он хорошо попадает под рубашку, не сказать, что прям один в один, но за счет вот смешения этих всех оттенков смотрится замечательно. Мне очень нравится. Брюки, девочки, просто любовь, они такие приятные к телу, мне нравится их свобода, вот здесь они даже длинноваты, наверное, я их немножко сзади приподниму, и будет хорошо. В общем, можно каблучок повыше себе позволить. Очень мне нравится. Сейчас на них нет стрелки, но при желании вы можете эту стрелку заутюжить, если вы любите носить брюки именно со стрелками. Из обуви у вас сюда, конечно, не только лодочки, допустим, если вы в офисе, можно переодеться в лодочки, а если вы по улице в них планируете также передвигаться не только в теплое время года, то ботильоны могут быть светлые, могут быть черные, какие-то сапоги высокие, если есть, пожалуйста, тоже здесь спокойно могут обуться, потому что очень широкая брючина, ничего нигде цепляться не будет. Такой вот образ. Я люблю голубые оттенки. Я помню, у меня был период жизни, но это было давно, я, мне кажется, еще в школе училась, когда я просто обожала вот этот baby blue цвет. У меня были куртки в этом цвете. Что там еще? Пуховики, куртки. Я причем-то помню, что было очень много даже верхней одежды у меня в этом цвете, я прям его очень любила. Он действительно хорошо освежает. Так что берите на заметку. Одно голубое пальто, чего стоит, которое мы сегодня с вами уже померили. Еще один образ для тех моих зрительниц, которые работают в офисе, собрала я в Nice One. Здесь у нас, во-первых, другие брюки. Девочки, сразу начнем с низа. Очень классные, мне очень нравятся. У них посадка не прям очень высокая, а такая, ну даже как будто чуть-чуть средняя, что ли, конечно, не на бедрах, но вот чуть-чуть ниже моей талии. Размер у меня S. Как интересно посмотреть, какие здесь шлевки с пуговкой. Есть защипы, есть карманы, есть все, есть, но они, видите, не такие широкие. Немножко даже как будто они кажутся вообще прямыми, но иногда они, мне кажется, чуть-чуть зауженными. Очень элегантные, очень тонченные брюки. Длина у них вот такая, то есть они покороче, чем предыдущая модель на резинке. И это, в принципе, прекрасно. Их можно и с пустым ходом надеть, и девушкам пониже роста. Но не проблема, конечно, их отнести вдоль и в целом укоротить под себя, если вы их ниже, чем я, ростом. Потому что это абсолютно решаемый вопрос. К этим брюкам, вообще говоря, есть такого же цвета, то есть из той же ткани пиджак. Но я вам покажу их вот таким бежевым. Конечно, я сейчас поднимаю одну руку с телефоном, поэтому немножко его ведет. Кажется, что здесь какая-то складка. Нет, он очень хорошо садится. Просто я поднимаю руку, из-за этого все выглядит не совсем так, как должно быть. Вот такой вот бежевый красивый оверсайзный пиджак. Как раз сочетание бежевого с серым я очень люблю. И, если что, этот пиджак великолепно будет сочетаться с брюками бежевыми на резинке. Они выполнены из одного материала. Брюки, которые мы примеряли вместе с бежевым джемпером. А вот под пиджаком у меня классная рубашка. Дайте-ка я вам ее покажу отдельно. Это новинка у Nice One. И она, возможно, сначала вам было не видно, но сейчас точно видно. У него очень-очень мелкую серо-голубую, такую грязно-голубую полоску. Красиво смотрится, великолепно сочетается, конечно, с этими брюками. Не так, знаете, как просто там серая или голубая или белая рубашка. Смотрится оригинально. И она такая большая. Слушайте, я сейчас вам скажу, какой у меня размер. По-моему, S. Да, она мне S, но она прям, посмотрите, какая свободная. Можно и XS брать, если вы планируете носить ее, особенно под жакетом. Потому что под жакетом она у меня подсобиралась. Мне пришлось ее там немножко приложить усилия и разложить, чтобы не сборила. У нее, кстати, супатная застежка. Видите, пуговички мы не видим. Их спрятали. И еще, девочки, очень интересные манжеты. Посмотрите, вот такого я еще не встречала, как говорится. Посмотрите, как они застегиваются. И здесь я их подстегнула потуже, так сказать. То есть вот эта пуговка, она есть еще вот здесь где-то. То есть можно, в общем, туже застегнуть, можно свободнее. Чтобы вы не гадали, что я имею в виду, я решила расстегнуть просто эту петлю и показать вам, как она выглядит. У меня была застегнута вот на эту пуговицу. Тогда манжета плотнее. Ложиться по руке можно посвободнее. Вот на эту. Но вообще очень оригинальная конструкция. И, соответственно, вторая пуговица, вот эта, точно так же отстегивается. И вот здесь вот, ну вы поняли. Дальше, не смогу сейчас показать, есть еще одна. Смотрится оригинально и интересно. Такая деталь, знаете, которую, конечно, большинство людей, проходящих где-то мимо вас по улице или работающих с вами даже в одном офисе, может быть и не увидят. Но вы-то знаете, посмотрите, как реально круто. Помимо манжеток здесь еще и выше. Вот эта вот деталь, обычно она одна идет на рубашке. То есть просто пуговица одна и, соответственно, вторая пуговка тоже одна. А здесь их по две. Это прям креатив. Мне очень нравится. Пиджачок тут рядом с нами висит. Единственное, по размеру, девчонки, имейте в виду, что S он вот прям такой. Прям мужская рубашка. Это круто. Я ничего не говорю, что там неудачная размерная сетка или что-то такое. Просто если носить ее под пиджак, вы будете в основном под жакет, берите на размерчик поменьше. Либо прям вот свой такой минимальный размер. Потому что я ношу XS, S сверху. Здесь я взяла S. Надо было XS. Ну и девочки, на десерт я оставила нам шоколад. Просто я не могу. Вот же какое-то роскошное пальто. Посмотрите, оно тоже длинное. Оно такое свободное. Но на мне размер M. Вообще у Nice One, знаете, у них очень свободная посадка в целом. У всего, я бы сказала. И у брюк, и у жакетов, и у свитеров, и вот в частности у пальто тоже. Поэтому в целом, наверное, можно было бы попробовать и эску мне взять. Но поскольку я его надела, как вы видите, на свитер, и я до конца не знала, какая у него будет посадка. Ой, слышите, сейчас я жгут этот завяжу. Вот так вот смотрится. Этот прекрасный жгут. В общем, поскольку я до конца не знала, как оно на меня сядет. А на свитер я решила перестраховаться и взяла M пальто. Свитер, кажется, тоже M. Нет, по-моему, свитер S. Но я вам напишу. Мы еще свитер посмотрим. Подождите, пока что пальто. В общем, мне очень оно нравится. Вы знаете, если бы у меня не было в моем гардеробе пальто, не в таком оттенке. Здесь прям холодный горький шоколад, очень красивый цвет. У меня, во-первых, светлее шоколадное пальто. Оно тоже Double Face. А во-вторых, там больше такой оттенок, ну там чуть-чуть горчицы как будто добавлено. Ну, неважно. Все равно это оттенок коричневого. Но если бы не было того, я бы точно взяла это. Оно такое элегантное и стильное. И это пальто на долгие годы. Потому что оно никогда не перестанет быть актуальным. У него абсолютно вневременная посадка. Если пальто там по фигуре, какие-то короткие пальто. Вопрос еще может быть один сезон или два актуально. А потом они уйдут уже на паузу. То вот такая модель. Почти пальто-халат, да? Особенно за счет вот этого еще в пояс и жгута. Оно, конечно, будет носиться всегда абсолютно. Поэтому если вы в поисках и думаете, стоит, не стоит, стоит. Вы его будете просто... Оно окупит у вас каждый рубль, каждую копеечку. За что оно есть еще в сером цвете. Тоже красивый вариант. Вот этот шоколадный, конечно, просто любовь. Не могу убрать руку в карман. Потому что карман здесь зашит. Хозяйка его уже потом распорит и будет носить. Но я просто в восторге. Это очень красиво, элегантно и дорого смотрится. Сейчас снимала пальто. Посмотрела еще раз его цену и еще раз удивилась. Но оно стоит вот визуально. Если бы я не видела его цену, просто предположила бы, я бы дала в два раза больше. Серьезно, я думала, оно стоит около 40 тысяч рублей. Или там чуть-чуть больше, даже 40, наверное. Потому что он примерно такой сейчас ценник на такого качества пальто. Там 50% сейчас все в составе, если что. А оно стоит... В общем, вы видели. Скорее всего, мы вам подпишем, сколько оно стоит. Или я поставлю фотографию. В любом случае, ссылки на все вас ждут в инфобоксе. Так же, как и мой промокод. Но мой промокод мы вам и тут, наверное, напишем. В промокоде в инфобоксе я вам его точно-точно оставлю. Поэтому ищите всю информацию там. А мы с вами пока что давайте обсудим свитерок, который на мне сейчас. Очень красивый таракотовый цвет. Такой прям кирпичный оттенок. Вот этот вот декоративный шов по центру. И он же по спинке красивейший. Достаточно свободный воротник. Он не сильно прилегает к шее. Не, знаете, не сжимает, не тушит вас. Резинка на рукаве такая же тоже свободная. Достаточно высокая. Ну и в целом он вот так вот, снова скажу это слово, свободно сидит. И, девочки, я вам показываю этот свитер в сочетании с платьем комбинации. Вам сейчас, конечно, не видно, но да-да, это шоколадное платье комбинации. Как я вам показывала в зале серебро и золото, есть еще такой же шоколад и есть, по-моему, в оттенке шампань. Но! И черное. Но, девочки, по-моему, мне консультант сказал, что, по-моему, только серебра еще нормальное количество размеров, а все остальное просто по штучке. Поэтому я буду держать пальцы крестиком, что к моменту выхода этого видео еще будут размеры. На мне, кстати, тоже, имейте в виду, на мне сейчас размер S. Параметры мои есть в инфобоксе. Я далеко не во всех брендах пока что еще S. А вот в Nice One S идеально на меня села. Видите? Вот здесь вот прям четко по бедрам оно садится достаточно плотно, но ничего не натягивается и красиво струится вниз. Поэтому имейте это тоже в виду для ориентира. Но мысль завершу. В общем, мало осталось размеров. Шоколадного прям очень-очень мало. Его быстро разбирают, потому что это максимальный цвет сезона сейчас. Так же, как и винный наряду. А золота не так много осталось. Черное, по-моему, одно или два, мне сказали. Ну и шампань, видимо, тоже. Поэтому, девочки, поспешите, потому что он просто роскошный. Вы носить будете каждый год, каждый сезон и не один год. И зимой вы так вот со свитером и вниз, например, высокие сапоги надели, пошли хоть на работу, хоть в театр, хоть на свидание, вообще куда угодно. И весной, конечно же, ну там весной, смиря какая весна, короче говоря, летом вы его тоже будете носить. Просто самостоятельно пустим по экрану, как оно смотрится самостоятельно. Чтобы вы видели, как вот ложится. А декольте очень хорошо, в том плане, что оно не сильно открытое. Не выпаханное, как иногда бывает, что ты потом боишься наклониться, повернуться как-то неловко. И чтобы будет открыто больше, чем хотелось бы. Здесь такого не будет. В общем, платья эти надо успевать, девочки. Я тоже подумаю. Потому что у меня есть черное платье комбинация, а вот цветного никакого нет. Шоколадное я бы тоже себе хотела. С бежимым пиджаком летом будет очень-очень-очень-очень красиво смотреться. Вот. Такой вот у нас с вами вкусный десертный образ в конце. Собственно говоря, на этом мы сегодня с вами будем завершать, потихонечку прощаться. Я надеюсь, что вы приятно провели со мной время. Я с вами и с Nice One провела его просто великолепно. Спасибо вам большое за просмотр, за ваши комментарии, за пальцы вверх. К этому видео, потому что это очень важно для меня. Это помогает расти, развиваться моему каналу. Я это очень-очень ценю. Правда, это не просто какие-то дежурные формальные слова, которые говорят блогеры. Нет. Я правда очень ценю вашу обратную связь. То, что вы потратите секундочку, чтобы поставить палец вверх. Или минуточку, чтобы написать мне какой-то комментарий. Я вижу все. Я не всегда успеваю отвечать, но я стараюсь отвечать всем. Но не всегда успеваю, потому что у меня дети, жизнь, как и у всех нас. В общем, я думаю, вы меня понимаете. В общем, спасибо вам большое, девочки, что вы у меня есть. Я такая счастливая сейчас поеду дальше по своим делам. Буду обдумывать, что из этого я закажу себе, потому что хочется обновить тоже кардироб к осени, продолжая его, как и вы, собственно говоря, формировать. Вот. Так что сейчас такая орухотворенная поеду. Дайте куда. Уже лирика пойдет. Проза, точнее, наоборот. На маникюр я сейчас поеду. Вот. В общем, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале про моду, прости, про лайфстайл. Какие еще на маникюр или куда-нибудь еще? Не забудьте подписаться на канал. Я буду очень рада увидеться с вами снова. Берегите себя. И до встречи. Пока.